Здравствуйте, друзья! Сегодня в гостях у нас Татьяна Чичкалюк, региональный представитель Национальной туристической организации Украины. И сегодня мы будем говорить о том, с каким наследием, с каким опытом и с каким внешним видом пришел к своему 25-летию региональный лошадный парк Терегуйский. Татьяна, здравствуйте! Вы, как никто лучше, наверное, знаете о внешнем виде Терегуйского лимана, Терегуйского парка. Расскажите, пожалуйста, о его состоянии сегодня. Добрый день еще раз! Я думаю, что питания такие дружиемки, и давайте его трошки поделим. Я думаю, что тех людей, которые знают, как сегодня региональный лошадный парк Терегуйский, то, что в Миколаевской области, я думаю, немало. Потому что, действительно, региональный лошадный парк Терегуйский, то есть окраса нашего края, и в экологическом среде он такой, что знаний не только в Миколаевской области, но и далеко за ее межами. Почему? Потому что парк цей – это выяв, прояв спільной думки Миколаевской области, когда еще Миколаевская области была в другом городе. Но я очень радуюсь от того, что и наша независимая Украина подкрепила статус и ответственность перед будущими поколениями, продолживши работу регионального лошадного парка Терегуйский на территории Миколаевской области. Так, парку цього года 25 лет. Чи много, чи это цимало? Ну, напевно, что не одно поколение уже дотеркнулося до цієї мерикальної переговори. Но абсолютно другая ситуация произошла после 2014 года. Что произошло? Наши держави, напевно, про это знают каждый. Но стало так, что Крым наш, но сейчас у нас туристические послуги на стопе. И люди, которые решили выбрать Украину для своего отдыха, для своего оздоровления, они шукают где-то, где-то те территории, которые были бы интересны, полезны, доступны, комфортны. И очень большая часть людей, которые были поцеловывающими кримских божливостей, они переориентировались на наше Украинское степовое Причорноморье. А Миколаевщина сегодня – это центральная территория Украинского степового Причорноморья. Розделяючи дві территории, Лиман наш Телевульский, он объединяет возможности туристических операций, всех тех, кто создает туристические послуги, в том числе и на объектах Прорыва Законного фонда, как в Одинской, так и в Баколаевской области. Наше завдание – зберегти, выучить, научиться, користоваться и передать эти знания так. Как мы сегодня справляемся? Как мы с этим справляемся? Я так поняла, что вы сказали про советское время, вспомнили, и про сегодняшнее, когда разделили. У меня сложилось впечатление, захотелось задать вопрос, когда у Телевульский или Лимана эти территории лучше выглядят? Сейчас или тогда? Ну и, соответственно, как мы учимся? Я думаю, чего-то смотреть, любить его. Вы знаете, я думаю, что порівнювать, ну, это, напевно, что это могут делать фахівцы, а навіть користувачами. Нам треба делать анализ того, что есть, с этого делать туристическую послуги и выносить на рынки. Наша послуга, она очень отличается от той послуги, которая надается, без посередине, в Кобельских табляжах. Потому что отопеченковый туризм, ну, это называют туризмом, ледачий туризм, да? То есть, поели, полежали, поспали, ну, кто день, кто ночи. У нас есть... На бананику поискали. Да, на бананику поскакали. Той, кто не ледачий, из рамки пиде побачить чистое море. Той, кто просипается в обед, то, конечно, каже, боже, я говорю, у вас бурна вода. Но никто не враховывает, что наше пищальное дно, оно имеет такую специфику, что людей заставляют вставать до света, тих. Взагалі треба вставать до света для того, чтобы посмотреть, как солнце поднимается над нашим дорогим морем. Что касается лиману. Я думаю, что нужно говорить, говоря, про який он выглядит, насамперед, про ті населені пункти и про тих людей, которые живут там. Что мы сделали для того, чтобы сравнивать? Я думаю, что, если 5 лет назад мы проезжали по пересу Петербургского лимана и увидели, как очень-очень далеко перекутить вода, да? То есть, это не наша беда, беда всей планеты, что у нас изменится климат. Мы сегодня можем говорить и про то, что и очень чувствовать, что происходит в Австралії, что произошло в Петербурге, что происходит в лесах. Это ужасно, мы можем много говорить, но это касается не только межлицей в Австралії, это касается абсолютно каждого. И я хочу всем еще раз нагадать, что первый всесвитный флорум экологический, который, который воздействовал в Рио-Ди-Жанейре, и так и наголосил. Мы думаем глобально, а дуем локально. Что изменилось? Ничего. Никто не прийде сейчас до нас делать так, чтобы наши территории, на самом деле, природозаповедные, были, ну, скажем, прямо так, чистые, охайные и такие, которые бы звали туда. И самое главное, это вторая часть нашей истории на местах, в организованном суспільстве, там, где у нас много тех, кто мает быть в будущем, користувачами этих послуг, готовить до этого. Треба сразу сказать людям, расплумачивать, что ехать на природозаповедные территории, нужно исключительно тем, кто мает любить себя, прибирать за собой. Я уже не говорю про инше, да? Но нужно приехать, подбачить, отдыхать и оставить на песке, насамперед у нас, да? Только свои следы, да? Для того, чтобы на завтра прийшли в тахи, а завтра были грибы в чистом уголоке. Иди, а то будет ферсовок. Да. А так, ну, я уже про смятя, я не хочу зараз говорить о цю тему, потому что вона дуже потужна, и вона така, знаете, напевно, что сакральна для нас. Мы не понимаем, что мы делаем, и если мы говорим про пожары в Австралії, то это смятя на нашем телегуле, и не только на телегуле. Вы знаете, я, если говорить, что, напевно, что мало объявств, про то, что смятя не треба залишать, то мне кажется, что его нужно приклеить под каждое дерево, под каждый куч. Почему? Потому что, особенно, недопалки, которые влияют нашими уникальными прохладными территориями. Это жахливая кількасть. И все думают, что это вода, поветря, это распространение, это будет хорошо, очень быстро. Оно еще разложится, я бросил бычок, он разложится, да? Я через 50. Но дело в том, что, я не хочу в этом контексте говорить, что у нас территория телегула это рамсарские территории. Мы за два тижня будем святкувать, я наголошу на этом, святкувать, всесвятнее свято, водно, болот и погодить. Не все территории мают таки великий статус, а на территории Миколаевской области есть две территории, которые имеют зеленый прапор природно-заповедных территорий, которые вошли до рамсарского протокола. Это что? Это импотент, до тира, территория важливая для птахи. Потому что птахи, не зважаючи, какая это государство, какие в ней устрые, как подготовлены люди до сприймания природно-заповедности, они выбирают свои территории, где им зручно, и самое главное, они там делают свое родство и там их высидчивают. Наша территория туда вошла еще в Рамзянский союз и Телегурский ляман. И только мы, и никто иначе отвечает за то, чтобы этот статус остался. Это усведомление того, что мы можем быть, или принять в экологическое святое співтоваристство, или с ганьбой звезды введены, это мое стать пониманием каждого человека, который видит Миколаевская область. Говорячи про населенный пункт Телегурского лямана, конечно, хочу выкриваться село Украинка. Я радую, что вы... Я знаю, как оно вам понравилось. Вы просто растворились там, в школе в Украинской. Расскажите, почему? Ну, по-перше, название Украина, Украинские Украинцы, они дивовижны. Просто маленькие Украинцы. Я не знаю, напевно, что не только поспешка на обличчах, но и у меня есть внутренняя поспешка до этих детей. Но вы уже вместе сделали, вы сады садили, вы уху варили и убирали мусор из артурбакии, это что, наверное, очень лукопланы. Вы знаете, когда мне говорят, что вы там делали, я даже не хочу подверговать, потому что мне кажется, что у нас какаясь спильная работа, которая на Вио-Кремле один захват до другого. И вот наступно мы, конечно, с ними будем святкувать Всесвитний день в Одноболоте. Угидь, они там малюют свои малюночки, они это понимают. Все готовятся, конечно. Мы не выокремливаем там, с первой, с дорослой, они все разом, это один коллектив, я маю велику надею, что они подрастут, подрастут и так и будут. Потому что, мне кажется, что это понимание, понимание ценности своей территории, оно будет там. Очень хороший педагогический коллектив и садочек, вы знаете, когда мы были в школе, мы и планировали пойти до садочка, но сразу нам написала директорка, садочка, а как же вы забыли, я говорю, ну, как же мы забыли, и, конечно, были там, с подарками, с тяцками, с игрушками, с танцами, они хотят показаться, но я дякую, что вы нам сгадали, что мы там садили, это было иншим святом, у нас свят в экологии много, это был Всесвятний день води, но вода, это было так, знаете, усвятомление, что это может быть, и мы посадили яблоневый сад. У нас того года мы святкували великое свято, было нашим педагогическому заповеднику Аскаліну, было 100 лет, но перед этим мы были там гостями, разом с детьми, и мы разом с детьми Асканійськими набрали большую кількість желудей Асканійських. Почему? Потому что пройду еще один рік и нашему Яланинскому степу, так же будет юбилей, и мы попросили, обратились к шкіл с типовой частины, чтобы мы посадили эти желудки Асканійськие. Почему? Потому что наш Яланинский степ, разом с бизонами, с муфлонами, это нам передала Асканія нова, и создавший единый правосторонний степовий заповедник на території Украины. И вы знаете, я отримала такую велику досолоду от того, что эти дубочки, уже по три года, они уже таки величайшие, они таки мы сейчас будем проходить проект организации заповедника, мы найдем эти территории, которые позволяют нам, согласно законодавству, высадить эти дубочки. У нас на территории Яланинского района, и когда я про это рассказывала украинцам, до чего это я веду, и выкладчики говорят, а может нам трехито этих желудков Асканійських, мы будем их плекать, выращивать, и вы знаете, я им верю. И, конечно, привезу эти дуби справжно, таки, знаете, угоряненые фельсмейнами там, в Асканении, они, смотрите, уже были там, набрались энергии из Асканійського парка, потом они пожили у нас в Илановском стопу, и они, конечно, прийдут до нашей Примугуля. Я верю, верю в то, что те маленькие дядки с такими очами, которые живут у нас сегодня на Тимугуле, то они подростят эти дуби и передадут, потому что, напевно, что нужно еще и створировать, чтобы можно было передавать. Вот вы вошли в жизнь этих дедок как школьников, так и дошкольников, маленьких-маленьких. Скажите, пожалуйста, вы вот верите в то, что вы же являетесь и воспитателем их тоже частично, вот как бы, да, косвенно. Вы верите в то, что на них можно будет потом положиться, потому что на самом деле побережье Телегульского лимана лежит на их не совести, а, как сказать, ответственности. Возьмут ли они ответственность на себя? Я уже говорила, там очень мощный педагогический коллектив, они с ними играются и работают, у них там инженер, уроки, но все будет зависит от того, как способна будет Миколаевская область и вообще Украина создать рабочие места, создать защищенность, социальную защищенность, мы постельно говорим про сталий развитие территории, а сталис это не только осознание, это экономика, это экология, это социология, и все эти объединенные все эти три направления дадут спроможность дитям оставаться и пишаться этой территорией. Так, им нужно ехать, учиться, но, помните, чужого научиться, и своего не парки стали национальным природным парком телегульским и обовязково офис будет в нашем Коблеуму. Чему? Потому что мы маем расширить туристический бренд Миколаевской области, потому что я уже говорила и постоянно повторю, это центральная Кречоморская территория, только своими территориями она позволяет сюда заходити к свежему морскому полетю. Татьяна, что Коблеуму нужно сделать для этого? Что нужно сделать Коблеуму, как отелье, чтобы стать центром, да, относительно природозаповедного фонда насамперед признать межи и затвердить проект организации. Пока что у нас идет диалог, не совсем продуктивная співпрация, потому что я беру и на свой рахунок, и на рахунок громади, мы не находим каких-то слов стосовно сегодняшнего законодательства, которые мы можем донести до громади и так же до ее керевництва. А на их рахунок я отношу то, что они не чуют, не слушают и не отвечают. Все, что можно стосовно оновления меж природозаповедного насамперед нашему регионалу Ларшавдного парку было подано до ОТГ, до керевництва. Мы не получили официальную ответственность. Все наши кресления это очень большая работа. Это не только работа с архивами, это работа по актуализации. И статус меж парку он не забирает из громади, он дает большие важности этих территорий. Так, он делает определенные обмежения, но он дает до статусности не только территории ПЗФ, но и евромани, которая там мешает. Кроме статуса парку регионального, я уже говорила про рамсарские территории, которые также украслены уже не нами, уже европейским товариством, всесвятным товариством экологическим. И кроме того, там еще смарандовая мережа, так само до задоволения экологов вона туда входят, но до конца понимания членов романи и ее очильников мы сегодня еще не нашли. Тим паче, что я уже должен быть заинтересован наоборот. Я верю в то, что мы найдем консенсус в этой справе и мы сделаем так, чтобы эти межи были признаны. Мы будем следовать, как будет изменяться административно- территориальная реформа, но мы сегодня имеем этот телегул, ему не два года, не два столетия, он там всегда, люди там живут и они должны иметь ответственность к этому. Я думаю, что мы на правильном шляху и будем доносить необходимость этих решений. Я думаю, что этого года я надеюсь, надо говорить, сейчас такие святковые дни. Я думаю, что мы будем мать загально осмислено обдуманное решение, которое мы выйдем на областную раду, потому что решение про создание парка регионального принимает областная рада, областные депутаты. Колись 25 лет назад была добра воля депутатам, они ее приняли. И сейчас я маю надею, что мы и проект организации, и оновленные кордоны так само будут приняты на областной сессии. Но это будет после принятия тех, кто живет безпосерных летах. Давайте вернемся к нашему Тельбургскому парку. В апреле он отмечает 25 лет. Расскажите, пожалуйста, будем ли как-то, вы будете отмечать день рождения парка, когда это будет, какого числа, и пригласите ли вы нас. Я думаю, я пошла с остального питания, потому что вы запрошены завжди. Мы, конечно, будем говорить о том, что вчера отбылся облик тахив, зимовый, захит, который делает у всех природных территориях. И вы знаете, после того, что я вам только рассказала про это, вы уже рассказали на Фейсбуке, мы приехали в Кобливу, и уже одесский журналіст нас ждал. Я думаю, что будь-якие ЗМИ, которые говорят, когда профессионально, когда не очень факово, но говорят, это уже мы просто дякуем про то, что сейчас эта тема создания ПЗФ, расширения его, расширения осведомления, это наша тема, и мы будем идти. Как мы будем святкувать, зараз мы это решимемо. Однозначно, будут запрошены национальные экологические структури, мы, звичайно, это будет спелкувание с нашим, уже мы начали диалог с национальным экологическим центром, с национальной туристической организацией, с европейскими проектами. Что это будет? Я думаю, что с начала лютого мы уже про это говорим. Скажем. Но вы знаете, что у вас фантазия вборная? Да, мы будем трошки ее реализовывать, а то, когда думки у нас такие, что летают на телегулами, хочется, чтобы они были реализованы. Я думаю, что мы найдем консенсус, мы, как всегда, прийдемо, скажем ему дякую телегулу на то, что он у нас есть. А как мы можем поддякувать этим демовижным территориям? Ну, насамперед, наводячи там лад. Наводячи там лад, установлюючи, как нам кажуть у вас, недостатньо знаков, на которых людина может прочитать, что так не треба смятить. Ну, я думаю, что мы как-то будем расширивать цю тему. Заводите какую-то мобильную джеталізацию Телегу с Колиманом, чтобы человек, только вертаясь на Телегу, уже имел такой месседж. Ты заезжаешь про территорию парка, Миколаевская область, Миколаевская область любит. И, возможно, со временем остается в головах. Я не думаю, что это будет когда-то. Это может происходить, оно может происходить. Просто про это будем говорить разом с детьми, теми самыми украинскими детьми. Потому что люди будут краще чувствовать и чути, когда будут говорить дети, которые прибирают своими руками, своими сумлением, которые начали сортировать мусор, потому что, благодаря проекту «Имблазплас», мы довели туди кошики для сортирования. И я знаю, что они будут нашими агентами, потому что они и в семье заборонят так делать, как сделали «Имблазплас фанатиками». «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас 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 фанатиками» «Имблазплас «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас фанатиками» «Имблазплас завдячуючи нашему сонцу, которое будет аккумуляться. И я считаю, что качество этой энергии будет другая, потому что Терегульское сонце – это другая. Я знаю, уверю в то, что и ветровые станции, которые сегодня заходят, очень мощно. Великая работа идет для того, чтобы они зашли туда, потому что оценку влияния на довкорье, которую мы делали и продолжаем делать, они будут дослушаться теми инвесторами, которые прийдут, и они поднимут уровень социального становища мешканців. Я думаю, что это будет хорошо, это будет толерантно до природы, это будет для развития всей нашей территории, и не только нашей, всей нашей страны. Мы не можем его окремливать. Ну и, напевно, что это локальное отношение до нашей территории и насампереды этих мешканцов. Поэтому я хочу побажать желание отримать все эти якости, отримать знания, и самое главное – рационально их использовать. Ну, всем за счастья, добра и великой любви. Спасибо вам большое. Всех благ нам. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok